Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Друзья, сегодня необычный день, сегодня суббота, и сегодняшний день называется в церковном календаре субботой перед Рождеством, потому что уже подходит, близится к концу рождественский пост, уже грядет Рождество Христово, и уже на следующей неделе оно состоится. Соответственно, сегодняшняя суббота, это последняя суббота перед Рождеством. И оно, эта суббота, имеет особое чтение. И сегодня церковь предлагает нам обратить свое внимание на чтение послания к галатам, так как в самый день праздника Рождества тоже читается данное послание. И вот субботу перед Рождеством мы читаем с вами третью главу послания к галатам святого апостола Павла, стихи с 8 по 12. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «И писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Итак, верующий благословляется с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, «Ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведной верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня церковь в субботу перед Рождеством обращает наше внимание на послание апостола Павла к Галатам. «Писание», то есть Ветхий Завет, «Провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Книга Бытие, 12 глава, 3 стих. Там действительно в обетовании мы видим, что Бог является Авраамом и говорит ему, что должен идти в землю, которую Бог укажет ему. Авраам откликается на призыв Божий, он доверяет Богу. Вера как доверие здесь выступает в лице Авраама. И Авраам заключает завет, точнее, Бог заключает завет с Авраамом. И одним из условий завета было то, что в Аврааме благословятся все народы. Все народы. Не только израильские, но все народы. То есть это универсальное обетование, которое принадлежит всем народам земли, существовавшим на время бытия Авраама и до сего дня. Обетование это Бог не отнимал и никак не упразднял. Это обетование было до закона на самом деле. Почему Бог дает такое обетование? Потому что Бог предвидит, что Он оправдает язычников через веру. Проблема Галатов была в том, что лже-братья, лже-учителя пришли в Галатию и сказали, что надо исполнять закон, и только закон спасет. Авраам выступает против этого и говорит о том, что нет, мы спасаемся верою и доверием Богу. Эти лже-братья настаивали на том, что человек должен обрезаться, то есть совершить обрезание, должен исполнять все заповеди закона, которых очень много. И вот только вот этим ты сможешь заслужить прощение у Бога и, скажем так, войти в присутствие Его. Апостол говорит, что нет, Авраама, Бог, написание предвидело, что Бог оправдает язычникам верою, а не законом. Поэтому и дает обетование не то, что законом. В Аврааме наследуют землю все народы, именно верующие, а не делающие дела закона. Итак, говорит апостол Павел, верующий благословляется с верным Авраамом, ибо Авраам праведник пред Богом. Авраам не делал дел закона, потому что на время Авраама не было никакого закона, его не существовало, в том виде, в котором Моисей норовал этот закон еврейскому народу. Его просто не существовало. Поэтому Авраам не мог его исполнить. А эти лже-братья говорили о том, что только исполнением закона можно обрести спасение. Но апостол говорит, как же Авраам обрел обетование? Бог даровал ему обетование, и Авраам стал праведником в очах Божьих до закона. Верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятву. То есть все, кто верит в Иисуса Христа и полагает основание своего спасения в вере, те благословляются с Авраамом. Они тогда становятся наследниками обетования. А те, кто утверждает свою духовную жизнь на делах закона, прежде всего, делах закона Моисеева, здесь ведь не идет речь о том, что не нужно творить добрых дел. И что это не важно для нашего спасения. Важно. Здесь речь идет о том, что мы полагаем утверждение своего спасения на делах закона, на делах закона Моисеева. Тот находится под клятвую. Под какой такой клятвую? Спросит человек. Ибо написано, дальше читаем, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Это второзаконие 27 глава, 26 стих. Пророк Иеремия 11 глава, 3 стих. Писание говорит об этом. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Мы с вами, дорогие братья и сестры, не исполняем постоянно всего того, что написано в Ветхом Завете. Это правда. Многих постановлений мы не обрезываемся с вами на восьмой день. Мы с вами не совершаем ритуальных омовений. Мы не приносим жертву в Иерусалимском храме. Его просто не существует. Мы даже сейчас чисто физически не можем исполнить всего того, что написано в книге закона. А в Библии написано, проклят всяк, кто не исполняет этих дел закон. Так мы что, прокляты? Нет. Потому что мы с вами опираемся на веру. Мы верующие. Верующие в то, что спасение происходит от смерти и воскресения Иисуса Христа. И от того, что мы должны исполнять его заповеди. Заповеди Христовы. А не предписание закона Ветхого Завета. Вот в чем принципиальная разница. Так вот, в книге закона написано, проклят тот, кто не исполняет всего постоянно, что написано в книге закона. А этого исполнить нельзя. Поэтому ты находишься под клятвой, под проклятием закона. Дальше апостол Павел говорит об этом. Закон исполнить невозможно. Но закон хорош. И правилен. Потому что он указывает человеку на его греховность и на необходимость веры в спасение. В спасителя. Он приводит нас к этому пониманию. К вере приводит нас. Поэтому апостолы пишут дальше. А что законом никто оправдаться пред Богом? Никто не оправдывается пред Богом? Это ясно. Потому что праведный веру жив будет. Ссылается здесь апостол Павел на пророка Аввакума. А закон не по вере? Но кто исполняет его, тот жив будет им. Закон не по вере. Да? Чтобы исполнять закон, не нужно верить, что Господь меня спасет. Я исполняю закон, и Бог должен меня спасти. Я уже... Это не вера. Это знание. Я исполнил. Бог должен. В этом нет веры. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Да? Но проблема в том, что исполнить закон нельзя. Жив будет им, соответственно, не будет жив. Поэтому здесь вот такая вот коллизия. Мы либо верим, спасаемся верой, либо мы думаем, что дела законы могут нас спасти, скрупулезно их исполняем, обрезаемся на восьмой день, храним субботу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это ритуальное омовение, с язычниками не общаемся, жертвы в Иерусалимском храме и все то, что в книге закона написано. Это мы исполнить не можем. Соответственно, по закону мы проклинаемся. Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Мы прокляты. Находимся под клятвою. Но что мы слышим за богослужением в православном храме? Искупил на Иеси от клятвы законные. Честную твою кровью на кресте пригвоздився и копием проботься. Бессмертие источилося человеком. Спасен, а слава тебе. Спасаемся мы Христом и верой в Него. А вера во Христа предполагает добрые дела и исполнение заповедей о любви. И заповеди следования за Христом. Поэтому будем их исполнять и в страхе Божьем совершать дело нашего спасения. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...